Я думаю, что с точки зрения закона можно добавить, да, мы стали варом добавить, что если все-таки Конституционный суд аннулирует соглашение, то ни Кадырову, ни Курову уже некуда заниматься, да, в каких вариантов нет. Можно, можно, не столько важно, кто ответит, просто общий вопрос задан. Вы это хорошо помните, что в 2000-м году, когда у Зязякова выбирали, как эти выборы проходили? Что произошло в этих вопросах? Вот вопрос, если вот каким-то чудом федеральная власть она позволит выбирать самим, ну, сделать выбор, то как будут выдвигаться эти кандидаты на пост, и кто будет следить за этим? Будет ли организация что-то следить за объективностью? Да, 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 конечно. Вы помните последний выбор президента России? Да, так они прошли. Ну и как они прошли? Так, власть, это обязанность власти организовать и провести качественный выбор. Ну, здесь у нас будет власть, которая знает, умеет и будет работать по закону, они сумеют провести качественный, хороший выбор. Это пребрегатива власти, а не народу. Это обязанности, прямые обязанности, ответственность власти организовать, провести выборы. А то, что народ создает правильный выбор, мы доказали его в течение последнего месяца. И, соответственно, что мы будем разбираться, и народ умеет разбираться в истинных, скажем так, патриотах, и в нем их тоже народ доказал и показал. И, соответственно, никаких проблем с угородами региона не будет, если не возникает этого вопроса и выбора президента России. Для того, чтобы знать, кого вы кандидаты, нужно объявить выборы. Откуда мы знаем, кто может быть выбором? А вы имеете в виду, видите ли вы кого-нибудь для сегодняшнего дня, кто много представляет? Мы, во-первых, мы, как Муса сказал, надо вернуться к прямым выборам, наш народ мудреного, и найдет человека, который, соответственно, в том числе и начался. Это лично мое мнение. Я знаю, что будет три кандидата. Это Аушев и Фуров и Зязев. Потому что у них есть команда. А остальные – это первый вариант. Я думаю, что пора нам уже завершать. Я хотела бы задать такой и вопрос, и в то же время какой-то вот такой обозначить момент очень и очень важный. Об этом говорили и Ахмед говорил, и Муса, и Барак. Сегодня он немножко у нас остался не озвученным. Это то, что касается, говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о том, что в России огромное количество нерешенных территориальных претензий одной территории к другой, одного народа к другому. И создав вот такой вот прецедент сегодня между двумя братскими народами, совершенно, который пытается нам доказать, убедить нас в том, что там было, значит, противостояние, что там чуть ли не убивали друг друга там на границе. Это все неправда. Это все неправда. Да, были какие-то прецеденты на границе с Чечнёй и Ингушетей, да, но не настолько, чтобы вот так вот в спешном порядке форсировать, значит, подписание вот этого соглашения. К чему вот это было сделано? К чему было форсирование этого соглашения? Вопрос остается открытым. Но и непонятно еще, почему, понимая всю сложность ситуации отношения и Ингушей, и чеченцев к земельному вопросу, особенно у Ингушетей, был открыт этот ящик Пандор. И, значит, сегодня вы сразу после того, как произошла вот эта ситуация, значит, были митинги в Ингушетии, стояли, уже мы слышим отголоски, значит, говорят, казаки, да, заявили о том, что, значит, наши претензии там на район, который принадлежит сегодня Чечне, тут же в Ставропольском крае заговорили, такая же проблема в Дагестане. Ну ладно, хорошо, а я хочу о другом сказать и услышать тоже у вас, коллеги, о том, что, значит, получается так, что 26 лет ингушский народ страдает, не может законным путем вернуть пригородный район, есть закон о реабилитации, о котором вот сейчас Ахмед Парахоев сказал, ну что ж тогда, давайте сядут, сядут два главы, двух субъектов, Ингушетии и Северной Осетии, в течение одного дня одним соглашением, розчерком, пера, пригородный район, вернутый в ушах. Так в чем же проблема? Давайте, давайте. Поэтому я хотела бы, чтобы вы по этому поводу тоже свое, хотя бы вот очень коротко свое слово сказали. Я, Анжела, уже сказал, вы присутствовали на наших встречах, значит, у Матронникова Александра Анатольевича, я там тоже выразил свое отношение к этому вопросу, я сказал, Крым наш, вопрос решается тоже быстро, с субъектом, да, пожилому режу, тоже решается, так Анжела сказала, за один день. А почему не решается вопрос пригородного района при наличии этого закона? Ну, он ответили нам, что это головное поле, это тяжело, это невозможно, мы думаем, мы мучаемся. Ну, вот в таком плане ответ был. Я предложил, я говорю, никаких проблем нет, мы вам подскажем, как этот вопрос решать. А он, значит, на меня посмотрел, я говорю, создайте Ингушскую Осетинскую республику, мы готовы жить, мы можем совместно с любым народом жить и будем жить. Мы никого не выгоняем, убиваем и собираемся, мы будем созидать и жить на этих землях. Но это наши земли, там лежат наши предки, значит, в Матронах, и мы хотим там жить и процветать, как говорится, чтобы наш район развивался, а не жить там в резервации. Ну, ответ мы не получили, все не получили. Анжела, на ваш вопрос я говорю так, это вопрос, абсолютно вы правильно сказали, так же, как решился вопрос подписания договора в Чеченской республике, немедленно надо в Москве, значит, в федеральному центру созвать, как вы сказали, двух руководителей этих субъектов, Бетарова и Евкурова, посадить и подписать договор такой же, чтобы вернули наш район. Тем более мы не забираем чужое, мы забираем то, что у нас отняли во время депортации, мы не требуем ни сантиметра чужой земли. И я скажу еще одно, так как это относится к земле, значит, наши овлияи сказали, именно Кунта-Хаджи сказал, если человек захватил землю, хоть маленькую частицу, то, что ему не принадлежит, если этот человек умер, то, конечно, похоронить его надо, чтобы на этих похоронах вы не участвовали. И тот, кто будет участвовать на этих похоронах, он не принадлежит мне. Это мой уста сказал так. Я не понимаю тех людей, которые подписали этот закон, являясь мусульманами, не подумали над этим вопросом. Ну, я думаю, и со стороны Запада тоже есть мусульмане, понимают и должны тоже задуматься. И по-другому еще сказать, добавить к тому, коль стоит такая накаленная обстановка, почему мудрим старейшинам Северной Осетии не задуматься, наконец-то, а думаться и сказать, давайте, уважаемые старейшины, имбушейте, садитесь с нами за стол, и мы решим этот вопрос. Продолжение следует...